в разминировании акватории Черного моря. Поступают новости из Херсонской области, в которой, по данным мировых разведок и средств массовой информации, скоро может начаться контрнаступление украинской армии. Пророссийские власти региона говорят, что им удалось восстановить Антоновский мост через Днепр, сильно поврежденный постоянными артиллерийскими обстрелами ВСУ. Как сообщил российский вице-премьер Марат Хуснулин, ремонт моста полностью будет завершен к следующей неделе. Пока что, по данным российских властей, удалось организовать временную переправу через Днепр, которая ежедневно перевозит до тысячи автомобилей. В то же время британская разведка предупреждает, что в ближайшее время на фоне боевых действий в районе города стоит ждать увеличения попыток мирных жителей покинуть область. Вероятно, это увеличит нагрузку на транспортные маршруты, а оккупационные власти ужесточат контроль за движением. Накануне ночью продолжились обстрелы украинских городов российскими войсками. Войсками под огонь попал Харьков. По данным главы города, ракеты, выпущенные из российского Белгорода, попали в Холодногорский и Новобаварский районы города. О погибших и пострадавших не сообщается. Кроме того, за минувшую ночь под огонь дважды попал Николаев. По словам городских властей, повреждены несколько жилых домов, а также супермаркет, аптека и еще несколько зданий. Погибших и раненых там также, к счастью, нет. Тем не менее, Николаев давно уже стал одной из самых горячих точек на карте Украины. Недалеко от него расположилась российская армия. Сам город подвергается регулярным обстрелам с контролируемой Россией территорией. К эфиру подключается Юлия Байко, журналист из Харькова. Правильно ли я понимаю, что Юлия с нами на связи? Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо вам, что нашли время и возможность. Расскажите, что происходит сейчас в вашем городе? Ну, вы правильно говорите о том, что Харьков и Николаев – это те города, которые постоянно подвергаются обстрелам. Харьков не обстреливали, наверное, разве что в мае. Было такое непродолжительное время. Я его называла «затишей перед бурей», потому что после начались массовые обстрелы по городу. Первые из них после этого затишья прошлись по центру города. Тогда погиб пятимесячный ребенок и еще несколько человек. И вот каждую ночь у нас происходят обстрелы по всем районам, по разным районам города. Как я люблю повторять, что в Харькове не осталось района, куда бы ракета не попадала. Они попадают, как и в жилые дома, они могут попасть, вот как сегодня было в Хладногорском районе, просто в землю. Они попадают на гражданские предприятия. При этом Минобороны Российской Федерации любят прикрываться. Якобы они изничтожили каких-то неонацистов, каких-то националистов. Якобы изничтожили хаммерсы, как это, например, было в понедельник. А при этом был обстрел по району Северной Салтовки. Снаряд попал в остановку. Пострадало два мужчины, которые просто утром ехали на работу. Один из них погиб просто в больнице. И такая история в Харькове и в Харьковской области. Она продолжается уже более пяти месяцев. Только за прошлую неделю у нас в регионе погибло 15 человек. А на сегодняшний день уже, к сожалению, мы потеряли тысячу человек среди мирного населения. 48 из них — это дети. Только по Харькову уничтожено более 4 тысяч зданий. Большинство из них — это многоквартирные дома. Большинство из этих домов — это район Северной Салтовки, на который просто невозможно смотреть, потому что, когда туда выезжаешь, ощущение, что ты попадаешь абсолютно в другой город, напоминает немного Припять, потому что точно такие же уничтоженные здания и точно так же там фактически нет людей. Но при этом город доживет. Я недавно была по некоторым районам, которые еще пару месяцев назад, где не было людей. И, к сожалению, сейчас людей в городе очень много, и они продолжают возвращаться. И это, к сожалению, живая цель для российской армии. Юля, объясните, пожалуйста, я бы хотела вас в этом месте перебить, ровно для того, чтобы уточнить. Вы говорите, возвращаются люди сейчас, возвращаются люди в Харьков? Да, к сожалению, люди возвращаются, потому что даже психолог, с которым я обсуждала эту тему, она говорит, что любовь Харьковчан к городу, ее невозможно объяснить. Наверное, нет в Украине больше такого города, куда бы люди возвращались в тот момент, когда его каждую ночь обстреливают. И действительно люди возвращаются, они пытаются поднимать экономику города, они открывают свои предприятия, они выводят людей на работу, чтобы город мог жить. У нас точно так же городской совет оставил общественный транспорт бесплатным, чтобы люди могли добираться на работу. В общем, люди делают все для того, чтобы их Харьков, наш Харьков, он продолжал функционировать, продолжал жить и продолжал в том числе и развиваться. Сейчас у нас планируется ставить безопасные остановки общественного транспорта на улице, чтобы люди... Ну, мы уже смирились с мыслью о том, что сейчас нам приходится жить в таких условиях, и мы начинаем к ним приспосабливаться. А как вы живете, Юлия? Вот вы просыпаетесь утром, возможно, от сигналов воздушной тревоги, от вот этих сирен. Значит, куда вы бежите? Есть ли у вас уже понятная стратегия действий, план действий на такие случаи? Как вы себя, как вы обеспечиваете себе, своим близким, своим родным безопасность? Ну, самую главную безопасность я обеспечила своим близким, когда вывезла их из Харькова, потому что я понимаю, что ни моей бабушке, ни моему младшему брату на это смотреть не стоит. А вы? В моем случае я просыпаюсь не сколько от воздушной тревоги, сколько от взрывов, особенно вот буквально на этих выходных снаряд приземлился в меньшие километрии от моего дома, и я проснулась от звука, будто бы выбила окна. К счастью, это был просто похожий звук, окна остались целы. За эти пять месяцев, да, у меня тоже есть алгоритм, как действовать в случае, если начинается обстрел. Я живу в частном секторе, поэтому все, что я делаю, я спускаюсь на первый этаж, в котором нет окон, потому что мы прекрасно понимаем, что если будет прямое попадание в здание, то от этого не спасешься, даже если ты будешь находиться в подвале. Но на улице я стараюсь, конечно же, находиться поближе к метрополитену, в который можно всегда спуститься, находиться поближе к местам, где есть укрытие, потому что были уже случаи во время работы, во время обычно повседневной жизни, когда я попадала под обстрелы, и после этого я поняла, что вот есть такое понимание у людей, что со мной этого не произойдет. Вот это вот дурацкое правило на авось. Авось пронесет, к сожалению, оно не проносит, и дай бог, что ты останешься жив после этого обстрела. И на самом деле страх он парализует, ты можешь знать, что делать, но при этом, когда ты слышишь вот эти взрывы, ты понимаешь, что они достаточно близко к тебе, ты не знаешь, как действовать. И этому подвержены, к сожалению, некоторые... Да. Некоторые? Даже некоторые люди, вот, допустим, я журналист, я из такой, скажем так, профессии, когда ты должен понимать, и ты понимаешь, как действовать, и ты вроде бы уже много чего прошел в своей работе, но все равно, когда ты понимаешь, что снаряд прилетает очень близко, ты все равно стоишь в оцепенении, ты не знаешь, что делать. Господи. Юлия, я не представляю, что вы переживаете, как вам трудно, и, наверное, несколько дилетантский вопрос, но наверняка он у многих возникает, почему вы не уехали? Это какая-то ваша принципиальная позиция? Потому что это моя работа, рассказывать всему миру, что происходит в моем городе, я этим занималась на протяжении шести лет, и даже вот в такой период я продолжаю это делать, потому что я вам уже говорила, что харьковчане очень дивные люди, они слишком сильно любят свой город, вот и я не могу бросить свой город в такой момент. Я продолжаю рассказывать, что в нем происходит, продолжаю рассказывать, что, к сожалению, наш сосед убивает людей, и это вовсе не освобождение, это самое, что не геноцид. Украинцев убивали почти сто лет назад, и их продолжили убивать сейчас. Юлия, я хотела бы уточнить по поводу ударов, которые наносятся по территории вашего города и близлежащих районов. Об этих ударах вы, конечно, тоже прекрасно знаете. Расскажите, где падают ракеты? Какие цели в основном атакуют российские вооруженные силы? В основном, если брать по области, у нас подвергается обстрелом непосредственно город Харьков, это город Дергачи, который находится близко. Какие там объекты? Я бы хотела уточнить. Там есть какие-то военные объекты, возможно. Мы же слышим каждый день от генерала Коношенкова, официального представителя именобороны Российской Федерации, о высокоточных ударах, которые наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Вы человек, который находится в Харькове и просыпается от звуков разорвавшихся вот этих снарядов. Как вы можете оценить объекты эти самые? Что это за объекты? Это все объекты гражданские. По мнению, конечно же, Минобороны России, это почему-то военные объекты. Однако, если смотреть на географию прилетов по тому же Харькову, ощущение, что Харьков — это один сплошной военный объект, и что у нас, что не здание, там находятся военные, там находятся какие-то склады, там находятся, я не знаю, там ремонтируют военную технику, при этом снаряды попадают просто в жилые дома и гибнут мирные люди. И теряемых среди мирного населения больше. Люди, которые не имеют никакого отношения к войне. И, к сожалению, я вам уже говорила об этом, что Минобороны любят просто отбелять свои действия, называя это военными объектами. Например, я того же Чугуева на прошлой неделе. Один из снарядов попал в школу, в которой преподавала моя бабушка. Второй снаряд попал в Дом культуры, в котором волонтеры готовили еду для людей, которые в данный момент не могут себя прокормить. При этом Минобороны заявила, что они уничтожили командно-смотровые пункты. То есть школа и Дом культуры – это у нас командно-смотровой пункт. Опять-таки ситуация, которая была в этот понедельник, когда ударили по Салтовке, по которой бьют почти каждый день. Ее просто истребляли на протяжении нескольких месяцев, первые недели полномасштабного наступления. И продолжают добивать сейчас. Но при этом они заявили, что они уничтожили около полусотни националистов и уничтожили два Хаммерса. При этом, я повторюсь, погибло два мирных жителя. Пострадало два мирных жителя, один из них погиб. Снаряд попал в остановку общественного транспорта. Поэтому верить тому, что говорит Минобороны, я не знаю, для каких людей эти данные, разве что для самих жителей России, чтобы они верили, что их правительство делает правильное дело. При этом рассказывать украинцам о том, что их освобождают. Даже украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, которые по 12 часов стоят на блокпостах, чтобы вернуться на территорию подконтрольной Украине, после того, как несколько месяцев им рассказывали, что якобы уже Украины не существует, что западную Украину отдали Польше, что здесь на востоке Россия добивает украинскую армию, они все равно возвращаются. Спасибо. Я, насколько понимаю, все жители Харькова сейчас вполне себе осознают, что совсем недалеко от вашего города располагаются российские вооруженные силы, и что наступление на Харьков – это как бы такая, знаете, история про неизбежность, если российские войска не будут остановлены, и если ничего не произойдет с планами Владимира Путина, его вооруженных сил, вы готовы, что это рано или поздно широкомасштабное наступление на Харьков будет осуществлено? Или вы верите в другое развитие событий? Мы верим в то, что… Мы верим в наши вооруженные силы Украины, мы верим в то, что если за больше пять месяцев они не смогли взять город, который находится в 50 километрах от границы с Россией, то уже сейчас у них этого не удастся. При том, что если раньше действительно в городе были люди, которые нейтрально относились к России, к российской власти… Ну да, русскоязычные многие, да? Мы знаем, что в Харькове очень много русскоязычных людей, русских людей, которые, в общем, так себя и называли граждане Украины, этнические русские. А сейчас как вот они настроены? А сейчас эти этнические русские переходят на украинский язык, и даже те русские, которые имеют российские паспорта, они принципиально переходят на украинский язык, и они его учат, потому что не хотят разговаривать на языке оккупанта. Именно такая ситуация сейчас происходит. Люди понимают, откуда летят ракеты. Я вас поняла. Ужасно жаль. Лично мне русский язык, очень жаль, который страдает из-за происходящего, из-за решения одного человека. Юлия, большое вам спасибо. Это Юлия Бойко. Извините, что я вначале сделала ошибку в ударении вашей фамилии. Юлия Бойко, журналистка из Харькова. Надеюсь, еще с вами неоднократно встретится в эфире телеканал «Дождь». Здесь и сейчас.